Доброго времени суток, уважаемые зрители! Вы смотрите Польза и Вред. И сегодня мы будем говорить о вреде и пользе мороженого. Мороженое это лакомство, которое любят и взрослые и дети. Так приятно в жару побаловать себя стаканчиком пломбира или брикетом эскимо. Но, несмотря на великолепный вкус этого холодного десерта, его употребление не всегда благоприятно влияет на здоровье сладкоежки. В этом видео мы ответим на ряд вопросов. Например, как выбрать качественное мороженое, в чем заключается вред и польза этого лакомства, какие элементы входят в его состав и еще на много-много других. И начнем мы, пожалуй, с истории появления мороженого. Впервые люди попробовали мороженое около пяти тысяч лет назад. В древние времена на столах богатых жителей Китая этот холодный десерт присутствовал в виде смеси фруктового сока и льда или снега. Причем рецепты приготовления лакомства держались в строжайшем секрете. Однако известному путешественнику Марко Поло удалось их разведать. Так Италия, а чуть позже и вся Европа узнали о существовании мороженого. Славяне и ставно готовили такое лакомство следующим образом. В холодное время года смесь, состоящая из меда, изюма, творога и сметаны, выставлялась на улицу до замерзания. Этим угощением взрослые и дети баловали себя во время масленицы. На сегодняшний день одним из самых распространенных лакомств в мире является мороженое. О вреде и пользе этого холодного десерта мы как раз и поговорим сегодня. Какие же бывают виды мороженого? В зависимости от количества содержания молочного жира мороженое подразделяется на следующие виды. Пломбир – самое калорийное мороженое из всех имеющихся видов. Оно содержит от 11 до 15 процентов молочного жира. Сливочное готовится на основе сливок. Его жирность составляет от 8 до 10 процентов. Молочное – производится на молочной основе и включает 3,5 процента животного жира. И плодово-ягодное – изготавливается на плодово-ягодной основе и содержит только 1 процент молочного жира. И также ароматическое – готовится оно на основе сиропа из сахара, в который добавлены пищевые ароматические эссенции и масла. Клубничное, например, лимонное и прочее. Молочный жир в нем полностью отсутствует или заменен на растительный. Одной из новинок является холодное лакомство с содержанием творога. Оно представляет собой обычное мороженое на сливочной основе. На этапе взбивания в массу добавляется мягкий творог. Это позволяет снизить калорийность и увеличить содержание белка. При этом вкус десерта остается практически неизменным. Еще одним современным вариантом холодного десерта является йогуртовое лакомство. Польза или вред мороженого, приготовленного с использованием кисломолочной составляющей, очевидны. Такое лакомство имеет невысокую жирность около 3,5 процента. С этим мороженым организм человека попадает в живые йогуртовые культуры, что положительным образом сказывается на состоянии здоровья сластеной и никакого вреда не приносит. Не секрет, что современное мороженое, которое продается в супермаркетах, производится с использованием машин в заводских условиях. И, к сожалению, в наше время в составе лакомства довольно часто можно обнаружить разнообразные пищевые добавки, красители и химические элементы. Поэтому встает вопрос о том, насколько существенны польза и вред мороженого для детей и взрослых. Известно, что чрезмерное употребление холодного десерта с повышенным содержанием нежелательных компонентов может нанести вред организму сладкоежки. Давайте посмотрим на основные составляющие мороженого. Это молоко не менее 10%, сухие молочные остатки, протеины, лактоза 12%, сахар или сироп из глюкозы и сахарозы от 12 до 16%, разные эмульсии, стабилизаторы до половины процента и 55-64% воды. При смешивании вышеуказанных компонентов и воздуха их получается мороженое. Но давайте все-таки поговорим о пользе мороженого. В мороженом содержится большое количество витаминов, минералов, аминокислот и ферментов, необходимых для правильного обмена веществ. Благодаря этому холодный десерт повышает иммунитет, улучшает зрение, нормализует кровяное давление. Молочные составляющие в этом лакомстве гомогенизированы, то есть размер жировых шариков очень мал. Это способствует хорошей усвояемости мороженого. Оно быстро минует кишечный тракт, поэтому людям, у которых язва желудка, без опасений можно его употреблять. А каковы же польза и вред мороженого для женщин? Ответ очевиден, ведь это лакомство содержит легко усвояемый кальций. Острый недостаток этого минерала наблюдается у беременных, поэтому им рекомендуется употреблять мороженое. Главное при этом ответственно подойти к выбору лакомства, отдавая предпочтение продукту, изготовленному из натуральных компонентов. Также существует мнение, что мороженое положительно влияет на женщин, которые тяжело переносят ПМС. Кроме того, содержащийся в лакомстве кальций помогает сохранить здоровье зубов и костей, улучшает свертываемость крови, уменьшает риск болезней сердца и препятствует появлению камней в почках. Этот десерт помогает снизить артериальное давление, поэтому гипертоникам рекомендуется употреблять мороженое. В чем же польза и вред мороженого для печени? Если вас интересует такой вопрос, следует знать, что в десерте содержится витамин В13. Он помогает восстанавливаться клеткам печени и нормализует ее функции. Ну а какой же вред мороженого? В основном, вредное воздействие мороженого на организм проявляется лишь при чрезмерном его употреблении. В некоторых случаях употребление лакомства способно вызвать головную боль. Это происходит из-за быстрого снижения температуры тела, вследствие чего ухудшается кровоток в головном мозге. Употребление мороженого, содержащего различные эмульгаторы, стабилизаторы, красители и ароматизаторы, может нанести вред почкам и печени и вызвать аллергию. Каковы польза и вред мороженого пломбир? Положительные свойства этого продукта рассказаны нами выше, а вот его негативные воздействия возможны из-за высокой жирности. Пломбир, как и сливочное мороженое, не следует употреблять людям, у которых повышен уровень холестерина. Зато его вполне можно заменить холодным десертом на молочной или плодово-ягодной основе. Мороженое и боязнь лишнего веса. Людям, скурпулезно подсчитывающим калории, не стоит бояться такого продукта, как мороженое. Вред и польза такого десерта для желающих похудеть в чем заключается? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить эксперимент врачей Европы, которые предложили людям с избыточным весом в свой ежедневный диетический рацион включать порцию мороженого. По окончании эксперимента выяснилось, что те, кто лакомился холодным десертом во время похудения, быстрее и эффективнее сбрасывали вес. Главное в таком случае употреблять мороженое в умеренных количествах. Лечебное мороженое. Вред и польза этого десерта еще не до конца изучены. Но учеными разработан такой вид лакомства, как лечебное мороженое, помогающее сбросить лишний вес. Оно изготавливается на основе обезжиренного молока с добавлением специального компонента – инулина. По вкусу такое лакомство практически не отличается от обычного мороженого. Также существует несколько видов холодного десерта, обладающего лечебно-профилактическими свойствами. Злактулозой. Этот компонент способствует созданию благоприятных микрофлоров в кишечнике, что повышает иммунитет организма. Такое мороженое рекомендуется употреблять детям, работникам химических предприятий, больным, прошедшим курс лечения с помощью антибиотиков, и пожилым людям. С кальцием, магнием и витамином А. Такое мороженое оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. С ацидофилином. Этот холодный десерт улучшает работу желудочно-кишечного тракта. И с бета-каротином. Такое лакомство благоприятно воздействует на состояние кожи и зрения. Создано специальное мороженое для людей, страдающих диабетом. Однако в его составе имеются сахарозаменители, отрицательно влияющие на здоровье. Поэтому лучшим выбором диабетиков является лакомство с фруктозой. Замороженный фруктовый сок рекомендуется употреблять больным с гипокликемией. А можно ли употреблять классическое мороженое? Вред и польза этого продукта для людей, страдающих диабетом, заключается в следующем. Стремительное повышение глюкозы в крови опасно для здоровья таких больных. Но если выбрать пломбир или сливочное мороженое, то присутствующие в них жиры будут замедлять этот процесс. То есть употребление этого лакомства возможно, но необходимо соблюдать осторожность. Ну и наконец, как же выбрать мороженое? Следует выбирать мороженое от производителей, зарекомендовавших себя на рынке с положительной стороны. Компоненты, из которых изготовлено мороженое, должны быть максимально натуральными. Иногда недобросовестные производители заменяют молочный жир недопустимыми аналогами. Так существует мороженое с растительным жиром. Чего больше у данного продукта? Вреда или пульзы? Ответом на вопрос будет то, что питательная ценность такого десерта будет весьма сомнительна. К тому же, такая замена не лучшим образом влияет на итоговый вкус продукта. Лучше от такого мороженого отказаться. На упаковке должен быть указан ГОСТ. Это будет свидетельством того, что при изготовлении десерта использовалось молоко. Рекомендуется приобретать мороженое в упаковке, которая не должна быть нарушена. Следует также обратить внимание на то, чтобы лакомство было правильной формой, не подтаявшим. Употребление мороженого имеет гораздо больше положительных сторон, чем отрицательных. Кроме вкусного удовольствия, это лакомство дает организму множество полезных веществ. Витамины, минералы, аминокислоты. Кроме того, при употреблении холодного десерта вырабатывается серотонин, так называемый гормон счастья, который улучшает настроение и помогает справиться со стрессом и депрессией. Главное, не переусердствовать с количеством съеденного лакомства. Ну вот и все у нас на сегодня. Поделиться своим мнением или задать вопрос вы можете в комментариях. А с вами был канал Польза и Вред. Подписывайтесь, если вы до сих пор этого не сделали. С нами вы узнаете еще очень много полезной и важной информации. А я всем говорю спасибо за ваши оценки к видео. И всем до свидания.